В этот раз схему мошенники придумали новую. Позвонили пенсионерке под видом сотрудника МТС. Спросили, хотела ли она менять номер телефона. Когда узнали, что нет, предложили сверить паспортные данные. Просто так, для проформы. Сверили и забыли. На два дня. Проходит два дня, и мне звонят с госуслуг. С госуслуг. Представляется, что начали с того, что сразу начали меня ругать. Вот мы из Центрального банка. Вы дали свои данные. И теперь по этим данным могут взять и кредиты. Сейчас пенсионерка вспоминает, какое было сильное психологическое давление. На нее ругались, чуть ли не кричали. Как она могла данные своим мошенникам рассказать. Но ничего, сказали по телефону. Выход есть. Позвонили на WhatsApp, попросили нажать пару кнопок. И вот они уже подключились к телефону удаленно. Понимаете, вот это все давление, такое чувство, как будто ты теряешься, не теряешься, как под гипнозом, что ли. Вот такое вот, что хочешь выйти, и не получается. Я пыталась отключиться, и никак не могла. А дальше все стандартно. Также удаленно взяли кредит в МТС-банк на 456 тысяч рублей. Еще на 60 тысяч в другом банке. Плюс сняли все деньги с карты. Точнее, попытались. В случае с банком сработала система против мошенников. Перевод заблокировали. Тем не менее, два кредита больше, чем на полмиллиона, на женщину уже оформлены. Плюс проценты. Как лжесотрудники ФСБ, так и лжесотрудники Центробанка присылают гражданину либо на WhatsApp, либо в Telegram, мессенджер фотографии якобы своих служебных удостоверений, еще какие-то документы. Это однозначно мошенники, это поддельные документы. Так как настоящие сотрудники никогда по сети интернет фотографии своих служебных документов не будут пересылать. Это служебные персональные данные сотрудников. Однозначно, это обман. Это мошенники. Стоит немедленно разговор. Просто прекратить. То есть гражданину никакая ответственность не будет грозить за то, что он просто прекратил разговор. Классические схемы. Ваш родственник попал в беду, звонок из банка никуда не делись. Но сейчас появились и новые. Звонок из госуслуг или звонок о смене номера. Естественно, это тоже мошенники. За 2023 год зарегистрировано более тысячи мобильных мошенничеств. Стандартная схема обмана – это звонок под видом сотрудника банка, гражданину. Но мошенники в настоящее время более изобретательными стали. Раскрываемость мошенничеств по всероссийской статистике 22,8%. Даже по ЦФО показатель не сильно выше – 25%. Грубо говоря, раскрывают каждое четвертое, а то и пятое дело. Потому лучше трубку положить и для собственного успокоения перезвонить в тот же банк или МВД. Тому, кто звонил.